В белорусской армии продолжается комплексная проверка. Военное руководство исследует все пласты, механизмы, системы и службы вооруженных сил. Ряд задач никогда раньше в войсках не решали. Однако неизвестное для людей в погонах не значит невыполнимое. Наоборот, это дополнительный стимул и возможность взять новую высоту, что и доказали брестские десантники. На зимнем экзамене 38-я мобильная бригада в полном составе вышла на полигоны, оставив пункт постоянной дислокации. Наша съемочная группа сопровождает десантников с момента получения приказа. Подробности у Ивана Михайлова. Распоряжение на приведение в боевую готовность полное командиру брестской бригады вручил начальник генерального штаба генерал-майор Олег Белоконев. Буквально несколько минут, и первые приказы подразделения начинают разлетаться по линиям связи. Причем с каждым часом темпы и интенсивность боевой работы нарастают в геометрической прогрессии. Вообще такие проверки для вооруженных сил не новость, и они проводятся достаточно часто. Но именно данная проверка, она имеет ряд особенностей. Прошлый год у нас был годом боевой инвестиционной готовности, в ходе которой мы открывали определенные проблемы, анализировали, смотрели. И они сейчас все включены вот в эту проверку для того, чтобы мы смогли на практике уже действительно опробировать различного рода элементы и вопросы. Приводить военный организм в тонус для армии – постоянная практика. Но сегодняшний подъем отдельной мобильной бригады – это не просто проверка боевых возможностей, а оценка всех подсистем соединения. Ведь впервые в истории Беларуси гвардейцы в полном составе со всем имуществом и техникой покидают военный городок. Особенность нынешнего экзамена для бригады – неординарная последовательность. В самом начале проверки были подняты два батальона соединения. Ранее этим составом на подобных испытаниях и ограничивались. Теперь же, после передислокации первых подразделений, вместо передышки – основной этап. В движение приводится весь организм брестских десантников. Действуют голубые береты без ограничений и послаблений. Получение материальных средств, снятие техники с хранения и доукомплектование личным составом проходят без каких-либо условностей. Всего из запаса призывается свыше 500 человек. Большинство военнообязанных, которые сегодня военно-комиссариаты поставляют, ранее проходили службу в данной бригаде. И тот дух десантника, который был воспитан у них, сегодня помогает и военным комиссариатам в поставке мобилизационных ресурсов. И я надеюсь, что данная война обязана выполнить свои задачи по предназначению. На штатных должностях они будут выполнять учебно-боевые задачи в составе своих штатных подразделений. Военнообязанные с прибытием в часть буквально с порога перевоплощаются в людей военных. Причем не только внешне, но и внутренне. Даже приятно вспомнить эти моменты, которые были раньше. Я думаю, что многие понимают, зачем сюда прибыли. Я думаю, что несмотря даже на все семейные сложные обстоятельства и на работе, которые возникли, все прекрасно понимают взятую ответственность на себя. И я так думаю, что взяв оружие, они все прекрасно вспомнят и смогут выполнить любую боевую задачу. Основная масса занятий военнослужащих запаса проходит на полигоне неподалеку от бригады. Среди предметов преимущественно тактика и огневая подготовка. Вначале по одному, чтобы вспомнить все, чему учили в армии. Затем задачи усложняются, а темп подготовки нарастает. Справа и слева появляются боевые товарищи в составе отделения, взвода и роты. Те, кто сейчас служит в армии, те, кто призваны с запаса, после нескольких совместных занятий, действуют как единый коллектив. У людей появилось чувство ловко, даже если они младшие на многие года. Они как бы друг друга поддерживают и помогают. Тот опыт, который был накоплен людьми, которые пришли с гражданки, он им сейчас пригодится очень сильно. И, соответственно, будут передавать его новым поколениям. После тренировок бригада совершит марш в несколько сотен километров. Масштабность этого мероприятия становится очевидна уже во время построения. Одни только средства усиления бригады уже впечатляют. В строю на смотре готовности порядка тысячи человек личного состава. Разведчики, артиллеристы, инженеры, ремонтники, подразделения материально-технического обеспечения и охраны. А еще, помимо этого, порядка 500 единиц военной и специальной техники. Если все эти машины пустить одним маршрутом с дистанцией между ними 40 метров, то вся колонна растянется почти на 20 километров. Команда на марш раздается уже глубокой ночью. Вмиг пустеет парк боевой техники. Агулом тяжелых бронетранспортеров наполняются улицы Бреста. Гожский полигон встречает десантников одного из батальонов 38-й отдельной мобильной бригады шквальным ветром, проливным дождем и практически весенней распутицей на дорогах. В таких условиях совместно с органами пограничной службы голубые береты должны вытеснить неприятеля, прорвавшего условную государственную границу. В решении комбата основная роль отведена самостоятельным действием командиров взводов и отделений. Они работают в засадах, проводят прикрытие отходящих сил и заманивают бандформирование в огневой мешок. В ходе подготовки к выполнению задач мы учитываем прошедшие военные конфликты и находим наиболее оптимальный порядок и способ выполнения поставленной задачи. Каждое учение создается с новой обстановкой, что способствует развитию навыков командирам в управлении личным составом, а подразделениям в выполнении задач. Батальонное тактическое учение проводится с боевой стрельбой. На этом этапе создана сложная мишенная обстановка. Боевой эпизод длится всего полчаса. Но скоротечность говорит в первую очередь о слаженности действия подразделений. Пока еще сложно сказать, насколько бригада выполнила или не выполнила задачу. Она еще не вернулась в пункт постоянной дислокации, не встали машины в бокс, они не разгрузили имущество. Но по тем мероприятиям, которые на сегодняшний день проведены, безусловно, я как начальник генерального штаба, как человек, отвечающий за вопросы боевой готовности, доволен. Потому что мы не только проверяли указанные сроки, мы проверяли и действия подразделений с превышением срока. И подразделения все, в исключении, выполнили поставленные задачи. А теперь короткая передышка, буквально на три часа, для того, чтобы собраться и снова пойти на марш. Теперь уже в пункт постоянной дислокации. Продолжение следует...